Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики, девочки, а также гости канала Шалундрики. В этом видео представлю вашему вниманию очень миленькую куклу от компании Xiaomi. Да-да, представляете, они не только электроникой разных направлений занимаются, но и куклы выпускают. И одна яркая представительница серии Монст сейчас перед вами. В этой самой желтой коробочке. Пришла она к нам с Алиэкспресс. Коробка немножко помялась в процессе транспортировки, но на содержимое это никак не повлияло. Как я уже сказала, коробка желтого цвета и притягивает внимание. А в центре сидит мультяшная девочка-кукла, да еще и с бутылочкой. А сверху на коробочке фото той самой куклы, которая должна быть внутри. На упаковке указан возраст от 15 лет. И даже я немного этому удивилась, но все объяснимо. Куколка относится к авторским азиатским куклам. И в связи с этим производитель рекомендует от этого возраста. И напоминает об этом даже в нескольких местах на упаковке. На обратной стороне. И здесь тоже 15+. В левом верхнем углу знак компании Xiaomi. И что мне очень понравилось, то что написано Gift for all girls and other on the world. Что это подарок для всех девочек во всем мире. И это очень приятно. Поэтому я думаю, мои дорогие друзья, хоть и рекомендован возраст от 15 лет, но эта куколка подойдет даже для маленьких девочек, для игры. А вот тот, кто занимается коллекционированием, то, наверное, этот возраст как раз относится к ним. А сейчас, я думаю, самое время начать распаковку этой куклы и посмотреть, как же она выглядит. А вот и сама куколка. Посмотрите, она лежит в пластиковом контейнере. Одета в упаковочную пленку и была присоянута в двух местах на пластиковую проволоку. Это кукла без одежды. Но отдельно в этой коробочке должен быть ее наряд. Да, и в специальном пакетике комплект одежды. Чуть позже мы его рассмотрим. А сейчас давайте достанем куколку из контейнера и снимем с нее пленку. В комплекте также прилагается инструкция, но я думаю, она нам не понадобится. И посмотрите, только какая же она миленькая, но просто очень-очень хорошенькая. И раз уж так получилось, что она у нас пока без одежды, давайте рассмотрим ее повнимательнее. Посмотрите, оказывается, эта кукла относится к шарнирным. И у нее все части тела подвижные. Я хочу сразу отметить, что ее очень приятно держать в руках. Кукла достаточно плотная, нигде не прожимается. И у нее достаточно большая голова относительно тела. Это хорошо заметно, но, конечно, она не настолько большая, как, например, у кукол Блайс. Поэтому все смотрится очень даже гармонично. Куколка достаточно тяжелая, несмотря на то, что она небольшая. И пока она у нас без одежды, давайте посмотрим, какие части тела у нее двигаются и сгибаются. Соединения выполнены в форме классических шарниров в виде шариков. Посмотрите, коленный сустав в виде шарика, бедро в виде шарика и голеностопный сустав в виде шарика. Поэтому поворачивается и влево, и вправо, и вперед-назад. Колено сгибается под углом 90 градусов. Тело у нее почти неподвижное. Состоит из двух частей. И сзади мы видим шуруп. Видимо, поэтому тело и неподвижное. А вот голова поворачивается очень легко из стороны в сторону. Ручки, кисти. Также мы видим шарнир классический, поэтому кисть легко можно отвести в любую сторону и даже повернуть. Точно так же выполнен и локтевой сустав в виде шарика и плечевой тоже. Поэтому рука может принять абсолютно любую позу, которую пожелаете. Сзади ничего особенного нет, но на затылке мы видим монст. Это серия, к которой относится эта кукла. А сейчас я предлагаю ее одеть и создать полный образ, а потом его оценить. Итак, давайте посмотрим, что у нас находится в пакетике. А в пакетике у нас гетры. Очень красивые, полупрозрачные, с атласным бантиком зеленого цвета. И сверху имеют ажурную полоску. Платье. Оно очень интересно, зелено-мятного цвета. Нежный оттенок. Сзади это платье на кнопочках. Спереди мы видим круглый воротничок, две бусинки. Очень интересно, декоративная строчка идет внизу. Платье сделано очень качественно, все везде аккуратно прошито. Ровно и красиво. А сверху на это платье одевается очень интересный сарафанчик. И он также на кнопочке. Спереди мы видим бантик белого цвета. И это платье с лимонами. Платье бежевого цвета, ярко-желтые лимоны. И, видимо, коричневого цвета груши. Тоже сделано качественно, все везде хорошо прошито. А сейчас я ее предлагаю одеть. Ой, ну посмотрите, до чего же милое и очаровательное создание. Ну просто хочется продолжать на нее смотреть. В одежде она, конечно, просто красотка. Единственное, что в комплекте не было у нее никакой обуви. Только гетры. И тут я подумала, что у меня же уже на обзоре было несколько шарнирных кукол. И думаю, что от одной должны подойти ботиночки. И вот такие очаровательные туфельки с кошками. Давайте попробуем примерить и одеть на эту девочку. И правда идеально подошли и очень даже подходят к этому образу. Образ нежный и действительно очень милый. Не перестаю удивляться, какая же она все-таки красивая. А лицо ну просто очаровательное. Эти милые глазки, которые придают куколке немного задумчивый вид, облики, да еще и в виде сердечек добавляют еще большую изюминку взгляду. Маленький носик, пухленькие губки алого цвета, симпатичные щечки и изящные бровки, выполненные волосковой технике, делают из нее настоящую красотку. И даже немного торчащие маленькие ушки только дополняют образ этой девочки, придавая милоту и индивидуальность. Цвет кожи немного бледный, на щечках легкий румяник, но эта бледность очень сочетается с цветом волос. И посмотрите, волосы-то просто идеальные. Их много, а внешний вид ну просто классный. Челочка немного на бок, есть выпущенная прядка. Часть волос заделана сверху в резиночку, что очень похоже на прическе, которая была у нас на коробке. Сзади волосы также заделаны резиночкой. Две пряди, легкие и легкие кудри по всей голове. И волос много-много. И они отливают таким красивым пшеничным цветом. А сделаны очень качественно, потому что прошиты рядами по всей голове. Кользят, блестят, и внешний вид их просто замечательный. Поэтому этой девочке можно будет делать абсолютно любую прическу. И, конечно, играть с ней захочется много и долго. В целом образ очень интересный и продуманный. Эта куколка относится к серии Монс. И высотой она всего 20 см. И у нее есть подружка, которая, как мне показалось, злюка-малюка. А некоторые ее называют букой. И в паре образ этой девочки становится еще более нежным и милым. Хотя подружка тоже очень интересная куколка. Несмотря на то, что она достаточно тяжелая для шарнирной куклы, но она может самостоятельно стоять. Давайте это проверим. И действительно она способна стоять без какой-либо поддержки. И я читала, что иногда в отзывах пишут, что она не может сидеть из-за того, что у нее достаточно крупная голова относительно размеров тела. Давайте попробуем ее посадить. Что из этого получится? И у меня получилось. Она сидит самостоятельно без какой-либо поддержки и опоры. Вот посмотрите. Здесь пусто. Ничего нет. Ничего ее не держит. А я думаю, все обычно шарнирные куклы, даже Блайс, способны сидеть. Главное найти точку опоры и равновесие этой куклы, что сделать совсем несложно. И вот, пожалуйста, видимо, тот, кто писал такие отзывы, просто не попробовали посадить так, как это должно быть. Поэтому эта куколка относится к шарнирным куклам, которые способны сама самостоятельно стоять и даже сидеть. И принимать абсолютно любую позу. Ну, а также с ней можно много и долго играть или просто любоваться, если кто-то коллекционирует куклы, то она дополнит, конечно, коллекцию своей красотой и индивидуальностью. Я считаю, что эта кукла просто идеальна. В ней все настолько сочетаемо, и образ в целом настолько гармоничный и нежный. И даже не страшно то, что у нее не оказалось в комплекте обуви. Подойти может абсолютно любые туфельки от любой другой куклы. Главное, чтобы был нужный размер. И при этом в обуви она также способна стоять и сидеть. Это ей абсолютно не мешает. Милый загадочный вид, симпатичный образ, красивые волосы и подвижность тела делают эту куклу поистине потрясающей игрушкой. Возможно, те, кто собирает и коллекционирует, им было бы жалко отдавать эту куклу в игрушки. Поэтому, возможно, и производитель написал возраст именно от 15 лет. Чтобы на эту куклу можно было любоваться, смотреть, а не играть. Ну и тем более ломать, как многие детки делают. Но смогу сказать точно, что это очень качественная игрушка. И подойдет она, конечно, и для маленьких девочек, потому что сделана она еще при этом безопасно. Ну и, конечно, мои дорогие друзья, эту куклу разыграю, как и многие игрушки из своих обзоров. Но чуть-чуть попозже. А вот когда, объявлю в отдельном информационном видео или во время какого-нибудь подведения итогов розыгрыша. Поэтому смотрите все, не пропустите. А для того, чтобы ничего не пропустить, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о каждом видео, выпущенном на нашем канале. И, конечно, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех событий. Ну а для того, чтобы потом, в будущем, участвовать в розыгрыше, нужно будет, как обычно, написать комментарий под этим видео и дать понять, что вы действительно участвуете. Поставить лайк и быть подписчиком нашего канала. Но, если честно, то эта девочка мне понравилась очень и самой. С удовольствием бы ее оставила для коллекции, но все равно потом разыграем. Но, возможно, возможно, будет у нас еще на канале и ее подружка. И, скорее всего, я сделаю еще сравнительный обзор шарнирных кукол. Поэтому она пока мне нужна. На этом пришла пора прощаться. Если кому-то кукла очень понравилась, так же, как и мне, и кто-то хочет ее заказать, ссылочка будет внизу в описании под этим видео. От души рекомендую эту игрушку. И думаю, что она доставит радость и восторг не только взрослому человеку, но и ребенку. С ней действительно можно будет интересно и долго играть, и весело провести время. Надеюсь, видео было интересно, полезным и увлекательным. А если это так, то в любом случае ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И не забывайте писать комментарии, если хотите в будущем участвовать в розыгрыше этой куколки. Всем пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!